приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегеты спаси и храни всех божия матерь сегодня у нас праздник покрова это собственно наш русский праздник хотя само событие произошло в константинополе но вот бывают такие какие-то парадоксы исторические что у греков это событие оно не то чтобы забыто оно находится внутри вот жития святого андрея христа ради родивы когда они вспоминают блаженного андрея то тогда вспоминают и событие по явление покрова божией матери а вот у нас у нас придали особое значение почему но вот когда кто-то тебе особенно дорог да то ты и относишься к нему с особым почтением с особым таким вот трепетом души и андрей боголюбский он как раз и прославил вот этот праздник в двенадцатом веке он построил первый храм в честь покрова божией матери это известный храм покрова на нерле удивительно красивый изящный такой вот символ русской красоты красоты русского храмоздательства и этот храм божий храм посвященный в честь покрова пресвятой богородицы он просто поражает взор удивительными гармониями как бы вот красота вообще человеческого служения господу богу да красота благоговения перед божией матерью и таким образом у истоков праздника покрова божией матери мы можем сказать что два святых андрея да наш вот андрей боголюбский который устанавливает вот такое почитание он строит первый храм и потом строятся другие храмы кстати на руси и по сей день вот есть учет храмов и оказывается что и всех храмов посвященных божией матери различным ее иконам ее праздникам больше всего посвящено именно храмов покрову пресвятой богородицы то есть святой андрей боголюбский и конечно же андрея христа ради родивый а согласно вот его житию он вообще был родом скиф а скифы они населяли как раз вот те вот южные территории то есть они сопрягались с территории вот будущей руси поэтому в каком-то смысле андрей христа ради родивый он не такой уж и чужой нам человек тем кто живет на просто на просторах святой руси и вот а андрей христа ради родивый мы знаем из его жития что однажды он был восхищен в рай созерцал красоты небесных обителей этому предшествовали такие вот тяжелые его подвиги и он то фактически замерзал потом вот он молитвой согрелся и господь принимает его показывает ему небесные обители много чего он там видел ангельские лики различных вот цветы святых различные красоты но оказалось что там нет божьей матери и святому андрею было открыто что пресвятая богородица она как раз находится на земле да она царица небесная но она не просто вот там где-то на небесах затворилась нет она постоянно на земле она постоянно помогает кому-то и вот один человек вообще он режиссер по образованию он рассказывал как когда в его в армии он ушел да и вот заступил зимой в ночной караул и там вот холод ну и ночью спать хочется солдаты они достаточно быстро уставали вот эти ребята и он значит что увидел какую-то будку зашел туда и настолько вот он хотел спать что положи это прилег куда-то прям там на пол положил голову между какими-то двумя штырями и тут же погрузился в сон и вот во сне он увидел как его голову поддерживает божья матерь пока вот он спит она поддерживает его голову и проходит какое-то время в будку вдруг заходит другой солдат видимо пришел чтобы сменить его говорит ты что делаешь ты же вошел в трансформаторную будку и вот тут оголенные провода то есть достаточно было ему головой вправо или влево мотнуть и все он бы просто погиб а божья матерь она поддерживала его голову вот так он спасся и впоследствии на протяжении своей жизни он часто вспоминал этот случай что оказывается пресвятая богородица она проявляет она свою заботу и в этом смысл праздника покрова пресвятой девы вот андрея христа ради юродивы который а не увидел божью матерь когда был восхищен в небесный обитель он впоследствии сподобился второго видения это было уже в и в конце его жизни это десятый век первой половины десятого века и город константинополь был осажден какими-то варварами и там много разных ходит и научных версий кто именно осаждал собственно говоря константинополь постоянно бывал кем-то осаждаем и славянские племена туда подходили да и с востока там сарацин и вот и там мусульмане и кто угодно и вот город так сказать обложен неприятелями и на море со стороны моря вражеские вот эти суда и тогда стали все молиться и молились в том числе в храме валахернском а валахернский храм вот он перестраивался конечно сейчас не сохранился прежний вид как он был в десятом веке там как раз хранился пояс пресвятой богородицы там хранилась риза божья матерь и кстати амафор или мафорий пресвятой богородицы то есть вот это длинное женское покрывало которое с головы вплоть до ног опускалась вот и женщины восточных территорий где как раз жила пресвятая богородица они как бы ну вот обматывали с этим покрывалом вот именно во валахернском храме этот мафорий или амафор хранился то есть храм был как бы посвящен пресвятой богородицы там все усиленно молились божьей матери это была всеночная не просто вот вечерняя служба а всеночная которая длилась действительно всю ночь и в четвертом часу ночи то есть уже под утро святой андрей христа ради уроди вы вдруг увидел как бы от разверзается вот купол храма и сама царица небесная пресвятая богородица она идет в сопровождении святого иоанна крестителя святого апостола иоанна богослова то есть те кто были наиболее близки спасителю близки ее сыну в сопровождении ангелов в сопровождении ликов святых одни предшествовали другие следовали за ней и вот пресвятая богородица стоя на воздухе молится перед алтарем перед престолом господним А затем она снимает со своей главы амафор, и сказано, что он сиял, как солнце, и вот этот амафор она простирает над людьми. И вот это вот событие и стало образом ее материнской защиты, ее покровительства страждущим людям, и после этого все беды разрешились. Конечно, было много таких вот научных изысканий, исследований, и некоторые считали, что может быть это вообще как раз именно было славянское нашествие, потому что наши вот киевские князья Аскольд и Дир действительно предпринимали попытку завладеть Константинополем, подходили на многих таких вот судах со стороны моря к царственному граду византийскому и пытались завладеть. Но это было в 9 веке, в 860-е годы, и святитель Фотий, который был патриархом константинопольским в то время, он как раз вот тоже молился вместе с людьми, и потом облачение Божьей Матери из Влахернского храма, они были обнесены крестным ходом по стенам Константинополя, и после этого осада была снята. Более того, через какое-то время вот эти князья Аскольд и Дир сами попросили крещения, и даже были крещены, но, к сожалению, вера Христова не смогла так вот обширно распространиться по Киевской Руси в того времени. То есть, вот такие чудеса, связанные с Божьей Матерью, они были неоднократно в Константинополе, но это именно события 9 века. А все-таки святой Андрей Христо ради юродивой, это в данном случае это первая половина 10 века, и кто тогда приходили, ну какие-то вот завоеватели, варвары. Для нас важно, главное, что Пресвятая Богородица, она помогла, она не оставляет христиан, как своих чад, потому что все христиан Спаситель усыновил своей Пречистой Матери. Вот как, когда Спаситель страдал на кресте, то он кого видит? Он видит апостола Иоанна Богослова. И в данном случае апостол Иоанн, вот как ученик, верный Христу до конца, это образ всех христиан, потому что кто христиане? Христиане это те, кто верны Христу. И в данном случае апостол Иоанн, это был как бы образ каждого верного христианина. И он говорит, вот, все мати твоя, указывая на свою Пречистую Маму, и ей говорит, все сын твой, то есть вот сын твой. И в лице апостола Иоанна Богослова Спаситель всех усыновляет, всех христиан усыновляет своей Пречистой Матери. Поэтому мы действительно, ее дети, чадо, не всегда послушные, не всегда достойные. Но вот как любая мама, она заботится и о непослушных детях, она их защищает, она их укрывает, чтобы они там не замерзли, пытается согреть, и даже своей одеждой может согреть. Вот так Пресвятая Богородица простирает свой покров, чтобы защитить своих чад от случающихся невзгод. Вот тоже один знакомый, Алексей, который трудится при Свято-Троицко-Сергиево-Лавре, он рассказывал про своего прадеда, который воевал во время Великой Отечественной войны. Его прадеда звали Симеон, и вот объявили атаку. Нужно было подниматься, идти, бежать по полю. И вот когда все ринулись вперед, то с противоположной стороны стали стрелять, и обстрелы, и вокруг рвутся снаряды, а все бегут, и грязь. И вот Симеон, он увидел вдруг что-то на земле вот среди этой грязи блестит. И оказалось, что это икона Божьей Матери в окладе. А все настолько вот бежали, что некоторые даже наступали на образ Пресвятой Богородицы. Но Симеон, когда вот он подбежал, он опустился, чтобы поднять образ, вот эту икону Пресвятой Богородицы. И в это время, когда вот он подымал икону, где-то в стороне раздался вот взрыв, и он теряет сознание. То есть там контузия, ранение головы. И очнулся он уже, ну там медсанчасть, там что в них было, полевой вот этот госпиталь. И оказывается, ему ставят уже такой диагноз, такое заключение, что он должен умереть, потому что рана там какая-то несовместимая с жизнью. И вот он лежит, ожидая своего исхода, и вдруг он видит, что как будто вот дверь открывается, видит он свет, и входит женщина в белом сияющем одеянии и говорит, не переживай, Симеон, так как ты спас меня, то я спасу тебя. И вот на этом видение закончилось. И сразу же после этого он пошел на поправку. То есть врачи считали, что он уже не поправится, он погибнет. Но оказалось, что вот этот вот его самый жест, когда он пытался спасти икону Божьей Матери, но на самом деле дальнейшая судьба иконы неизвестна нам, потому что он потерял сознание, когда как раз он опускался, чтобы поднять образ, вот тут взрыв, он теряет сознание. Но само его стремление поднять образ Божьей Матери, вот это стремление уже нашло отклик в небесном мире, и Пресвятая Богородица сохраняет ему жизнь, так что он выздоравливает, он благополучно проходит всю войну, и впоследствии он всегда вот тоже вспоминал это событие, и всегда вот хранил такое благоговение перед святынями. То есть Божья Матерь, она действительно покрывает нас своим амафором, она заступница, и это не просто какие-то вот риторические фигуры, это реальный факт, это то, что происходит на протяжении всей христианской истории, и поэтому то, что созерцал святой Андрей Христа ради и родива, созерцал почему? Потому что он имел чистое сердце, вот только такие люди сподобляются подобных видений, вот как преподобный Сергий Радонежский сподобился явлению Божьей Матери, как преподобный Серафим Саровский, вот так же и Андрей Христа ради и родивы, они созерцают вот эту тайну заботы Пресвятой Богородицы о людях, живущих на земле. И вот святитель Николай Сербский, Николай Велимирович, он говорит, что праздник Покрова Божьей Матери, он хранит как бы в себе две таких вот тайны и две радости. Первая радость в чем? В том, что Пресвятая Дева, которая на земле была как, ну действительно, одна из величайших вот страдалец, имевших вот просто вот неизреченное смирение, мы прекрасно понимаем, что в Евангелии Пресвятая Богородица, она всегда, ну как бы вот в тени, она как самая последняя, да, она ни на что не претендует, но при этом ее сердце всегда болит о сыне, о том, что сыну предстояло пострадать за грехи людей на кресте. И вот первая радость в том, что вот эта вот страдалица, которая смиренно проводила земную жизнь, она сподобилась такой неизреченной славы. И вот в праздник Покрова, да, ведь Андрей Христа ради Ероди, он созерцал Божью Матерь именно в этой славе, то есть от земных скорбей она взошла к высотам неизреченной небесной славы. А вторая радость, говорит святитель Николай Сербский, в том, что будучи приобщена вот этой небесной славе, она всецело помогает нам, тем, кто находится на земле. И поэтому праздник Покрова Божьей Матери, это как бы обобщение вот всех праздников, богородичных праздников, то есть всех праздников, которые посвящены различным ее иконам. Ну, собственно говоря, вот что такое праздники в честь икон Божьей Матери? Это праздники в честь ее помощи, которую она оказала людям, в честь тех милостей, небесных милостей, которые Пресвятая Дева постоянно оказывает нам, живущим на земле. Или мы вспоминаем события из ее земной жизни, Рождество Пресвятой Богородицы, да, там, видение во храм, там, благовещение и так далее. А ради чего все это? А ради того, что Спаситель, через нее приходит наш мир, и сама она имеет особую такую вот сокровенную близость, особый доступ к Спасителю, и поэтому она ходатайствует о нас. И вот эта вот сокровенная тайна Божьей Матери и тайна ее заботы о мире, она больше всего и выражается в празднике Покрова Пресвятой Богородицы. И вот почему как раз и ставили храмы в честь Покрова. И собор Василия Блаженного, кстати, изначально ведь это же собор Покрова на рву, да, Иван Грозный ставит этот собор, почему? Потому что на второй день после праздника Покрова взята была Казань. Если до этого времени постоянно разорялись российские пределы со стороны Казанского ханства, то с покорением Казани эти нашествия прекратились, и вот воздвигается этот собор. Потом Дмитрий Пожарский тоже ставит храм в честь Покрова Божьей Матери в Медведково, в честь того, что освободились от польско-литовских завоевателей. То есть праздник Покрова и храмы Покрова, они особенно дороги человеческому сердцу. Божья Матерь, она вся в заботе о нас. То есть это такая жертвенная любовь, которую мы даже до конца не можем понять. И в этом суть праздника Покрова, а не то, что вот там народные какие-то обычаи. Ну да, было такое, что вот считали, что может быть на праздник Покрова первый снег выпадает, да, и что это первая встреча осенью-зимой, и вот начинались посиделки, когда все работы на полях заканчивались, и уже по домам начинали что-то выполнять. Там ребята с девушками знакомились, и начиная с Покрова уже там женились. Но не это главное. Это все хорошо, конечно, то, что праздники входили в быт народа, преображали его. Но выше всего именно духовное значение, то, что Пресвятая Богородица, она действительно, она не просто вот где-то там спряталась на небесах. Нет, она здесь на земле помогает нам. Она небесная царица, но помогает тем, кто живет на земле. И вот расскажу еще одну историю к нам, вот в Сергеев Посад. Одна семья из Белоруссии как-то вот переехала, и девушка Людмила, она устроилась трудиться в столовую при Московской духовной академии, возвращалась домой поздно, и вот как-то она, ну, она уже познакомилась со студентом один. А вот однажды она вечером поздно возвращалась за лаврой, там, где рядом овраг, и вдруг из-за кустов выходит человек, вот неожиданно он перед ней возник, нож достает, и она в оцепенении протягивает ему сумку, а он говорит, мне не нужны деньги, я тебя должен убить, я проиграл тебя в карты. Вот это бывает у преступников некоторых, когда такое помрачение, что они там проигрывают в карты все, и потом на кун ставят чью-то жизнь, из-за такой безумия, и вот кажется, что вот если он проигрывает в очередной раз, значит, должен там убить первого встречного или кого-то еще, то есть дьявольские такие игры, и она не знает даже, как быть, то есть оцепенела, не двинуться не может с места, и только начинает произносить вот с мамой своей прощаться, у нее слезы текут, говорит, мамочка, прощай, а мама ее в это время была в отъезде, где-то вот в далеком городе, и мама уже легла спать, и вдруг мама сквозь сон видит, что дочь ее в гробу лежит, и со страха мама просыпается, тут же падает на колени, она поняла, что это какая-то страшная угроза, сердце ее материнское чувствует, вот эту тревогу страшную, и начинает молиться Божией Матери, «Пресвятая Богородица, помоги, спаси мою дочку, защити, сохрани ее», и молится от самого сердца, и потом они, как бы уже когда встретились, то они вот это время-то вычислили, что как раз когда она молилась, мама, то вдруг этот преступник, ну он просто вот как у него какое-то просветление наступает, он вдруг говорит, иди, и все, вот как бы он сам тоже исчез куда-то там, ушел, то есть как будто какая-то благодатная сила вмешалась и остановила вот это страшное преступление, то есть если хочешь избежать смерти, если хочешь преодолеть какие-то самые страшные искушения, то молись Божией Матери, молись Пресвятой Богородице, и она тут же поможет, и тут же спасет тебя. Вот эта семья, вот эта вот Людмила, она потом вышла замуж за семинариста, он стал священником, потом у них дети родились, и дети тоже, сыноя стали священниками, а дочери женами священников, то есть Господь благословил вот эту семью, а мама, которая молилась Пресвятой Богородице, она потом приняла монашеский постриг и окончила жизнь свою уже вот в полном посвящении себя Господу. Но для нас что важно? То, что Пресвятая Богородица, она действительно заботится так, что мы и не можем себе этого даже представить. Когда мы не ожидаем, что будет вот эта помощь, она непременно придет, ты только молись и обратись к ней с искренними, сердечными словами. Поэтому давайте вот, братья и сестры, не только в трудных ситуациях, но и вообще каждый день вспоминать нашу небесную заступницу, молиться ей словами из Акафиста по крову Пресвятой Богородицы. «Радуйся радости наших, покрый нас от всякого зла, честным Твоим амафором». Аминь. С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok